Дорогие наши друзья! И вот, осмотрев столицу региона Валентия, мы отправляемся в следующую нашу точку городок Мирамар. Даже не знаю сказать, как это, городок или деревушка. Небольшая курортная морская деревушка на берегу моря. Население там порядка двух тысяч человек, поэтому судите сами. Но в то же время, летом, в разгар сезона, здесь, я думаю, живет не две, а может быть, 20 тысяч человек. Это очень замечательный район тем, что здесь находится один из самых лучших пляжей Испании. Не верите? Ничего, скоро сами в этом убедитесь. Вот слева и справа по дороге, мы едем примерно 70 километров, вот эти зеленые поля. Как думаете, что это? Честно говоря, никогда раньше не задумывался. Всегда, когда мне говорили, что рис, да я думаю, и у вас тоже это сразу что? Рис, это значит Китай, Вьетнам, там Камбоджа, да? Ну Таиланд, в конце концов, Индонезия. Нет, рис, оказывается, это Испания. И Испания, особенно регион Валентия, гордится своим рисом. Более того, существует огромное количество сортов риса, именно валенсийского риса. А вы знаете, что паэллия, знаменитая испанская паэллия, она изобретена именно здесь, в Валенсии, а не где-нибудь там в Мадриде. О, какие друзья у нас новые появились. Алла-кошка не могла мимо проехать этих животных, говоря, останови, срочно их надо покормить. Забрала у меня чипсы валенсийские и скормила этому ишачку, этому козлу. А ее, как говорится, муж-козел остался без чипсов. Ну, что поделать. Итак, въезжаем в деревушку Мирамар. Вот так выглядит деревушка. Здесь покупают квартиры, в основном, жители Испании. Это вроде как делают себе дачу на берегу моря. И не только Испании. Тут и из Франции, и из бывшего СССР огромное количество людей. Так что смотрите, мотайте на ус, дорогие мои зрители. Дорогие наши друзья, конечно же, я хочу вам рассказать о тех апартаментах, которые мы проживали целую неделю в регионе Валенсии. Находятся они в городке Мирамар. Вот это вы сейчас видите зал. Ну, это спальня отдельная для детей, если вы, например, приедете отдыхать с детьми. И вот наша спальня. Маленькая, уютная. И окна выходят прямо на море. И мы всю ночь, у нас были открыты окна, и мы слушали шум прибоя. А уж какие запахи! Ой! До моря метров, если по прямой, там буквально 50-70 метров. Ну, об этом, о море, о пляже, рассказ будет далее. А кухня оборудована всем необходимым, что вам нужно. И стиральная машина, и кофеварка, и газовая плитка. Ну, все-все-все. Холодильник, соответственно. Ну, там сзади зала есть телевизор. Честно мы скажем, за все наши 7 дней пребывания здесь мы ни разу телевизор не включили. Огромное спасибо Светлане! Посмотрев наши фильмы и узнав, что Алла обожает помидоры, нас ждал вот такой сюрприз. Огромные помидоры, которые мы экономно-экономно кушали в течение всей недели. Ну, конечно же, надо выпить за приезд, за то, что мы здесь обосновались, в этих прекрасных апартаментах. Светлана не только может предоставить ваше распоряжение апартаменты, она может вас встретить по договоренности, по заедной договоренности, может встретить вас в аэропорту, может помочь как советам, что посмотреть в этом регионе, так и лично оказать вам такое содействие. Ну, это все вопросы к Светлане. Мы обсуждаем наш план дальнейших действий, потому что нам предстоит посмотреть очень много. Светлана сделала такой обширный план, что мы, честно говоря, сомневались, а справимся ли, а хватит нам этой недели или нет. Хватит или нет, судить вам, смотрите, впереди будут большое количество фильмов. Я вам расскажу, не таясь, все, что мы с вами вместе, и со Светланой посмотрим. Вот это окошко я просто обожал, окошко между кухней и большим таким балконом, лоджией, на котором мы каждое утро встречали восход солнца, вот как сейчас. Это вот солнце здесь всходит. Днем здесь не жарко, потому что солнце днем уходит за здание, и здесь тепло, светло, но солнце не жарит. Соответственно, есть, конечно же, утюг. Алла была очень счастлива, потому что очень редко нам отдавалось в наших путешествиях что-либо погладить. Я, как правило, махал рукой и говорил, Алла, ну и слава богу, сейчас модно ходить в мятам, на что она очень всегда сердилась. Я не буду вам показывать все семь завтраков, которые у нас были, это бессмысленно, просто мы наслаждались. На этом балконе у нас было каждое утро великолепный завтрак, встреча солнышка. На этом балконе каждый вечер, когда мы обессиленные приезжали уже с очередного путешествия, у нас уже ноги не шевелились, и мы садились за этот стол, пили по бутылочке вина, всегда мы выпивали, вспоминали прошедший день, потому что каждый день был наполнен новыми приключениями, новыми путешествиями, благодаря Светлане. Большое ей спасибо. А вы не уходите далеко, я знаю, вы ждете посмотреть наконец пляж Мирамара. Ну что, идем на пляж. Дорогие наши друзья, сейчас я расскажу вам о том пляже, пляже Мирамар, рядом с которым мы проживали. Наш апартамент находится от этого пляжа, от того места, где я сейчас стою с видеокамерой, не более 100 метров. Пляж широкий, песчаный, примерно от 30 до 50 метров шириной, а полоса, даже сложно сказать, какой длины. Ну, например, до соседнего города Ганди, куда идет пляж, 8 километров. Это вот налево, если идти. А направо, ну, еще километров 2, наверное, полтора, там соседняя деревушка Олива. Но все это продолжается один и тот же в принципе пляж. Широкий, песчаный, чистейшая вода, чистейший песок. Я думаю, вы сразу узнаете этого придурка, который бегает рано утром по пляжу. Таких, кстати, было много, но этот характерный товарищ бежит, мурчит, помяукивая. Да, хочу представить вам. Автор данного фильма Владимир Кот, собственной персоной. Сумасшедший. Абсолютно. Ну, разве можно вот так вот, по утрам, на восходе солнца бехать и плюхаться в этой воде? Конечно же, можно и даже нужно, дорогие мои друзья. Просто вы обязаны это делать. Вот представьте, сейчас, напоминаю, октябрь месяц, октябрь, температура воды 25, 26, 27 градусов. Температура воздуха, вот в данный момент, рано утром, 25, днем до 30 градусов тепла. И вы еще скажете, что вы не должны вот так вот плюхаться и бегать по берегу моря. А зачем вы тогда ездите на море, если вот так вот не бегать и не плюхаться? Ну, шучу. Каждый имеет право на тот отдых, который он заслужит, на тот отдых, который он любит. Итак, Валенсийское побережье Испании обладает огромным количеством симпатичнейших пляжей вот такого типа. Я вам скажу другую информацию. Я думаю, это не секрет, и в интернете вы можете найти подтверждение. В мировом рейтинге Испания доказала, что является страной, обладающей самым большим количеством высококачественных пляжей. А вот другие данные. А в Испании самое большое количество пляжей с голубым флагом именно в Валенсии. Поэтому мы с вами сейчас находимся в центре самых лучших, самых красивых, самых чистых. пляжей Валенсии, Испании, а значит и мира. Каждое утро, когда я приходил встречать солнышко, ну, Алла-кошка не всегда находила свои силы, чтобы встать и вместе со мной пойти искупаться. Ну, уставала очень сильно, и я, честно говоря, уставал. Но у меня вот такая была... У меня вот, знаете, вот, когда я нахожусь в отпуске, не встретит солнышко, как она встает, как начинается новый день, мне просто душа болит, и я потом мучаюсь, думаю, ну, как же так, ну, почему я пропустил вот это самое важное событие, как начинается день. Итак, каждое утро прихожу на пляж, вот, видите его, вон вдали Ганди 8 километров, вот, далеко-далеко, вот на самом горизонте, это городок Ганди, туда, кстати, идет электричка из Валенсии. До Мирамара электричка не идет, уходит в сторону. Так вот, до Ганди 8 километров, и туда одно удовольствие, пройти с пешочком. Так, когда я утром прихожу на пляж, что я вижу, вот я вижу, посмотрите, какая картина. Как, не знаю, на горнолыжном курорте, когда снег для горнолыжников, ровняю, да, специальная техника, здесь тоже специальные трактора, вы видите, каждый день туда-сюда проходит. Они, что делают эти трактора? Они забирают верхний слой песка, там, сантиметров 10, полностью фильтруют этот песок, через специальные сито, и обратно выкладывают этот песок, уже чистенький, без камушков, без каких-то косточек, а грызочек, не дай бог, если какой-то нерадивый окажется товарищ, который, загорая, начнет грызть персики и бросать косточки. Ну, если у вас есть дети, внуки, я не думаю, что вы найдете пляж лучше, чем этот. Глубина постепенно, то есть заходишь и постепенно, постепенно, по колено, по пояс, чтобы среднего роста человека дойти по пояс, надо пройти метров наверное 40-50. То есть, если вы с маленьким ребенком отдыхаете, вы можете спокойно находиться на берегу, наблюдая за ребенком, потому что глубины, резкой глубины здесь нет. Напоминаю, что это октябрь месяц. октябрь месяц, поэтому людей, как видите, не очень много, но это утро. Сейчас я вам покажу этот же пляж в разгар дня. Когда будет часик в 11-12, когда все отдыхающие проснутся, а этот второй сумасшедший товарищ из нашей семьи, я думаю, вы тоже ее хорошо узнаете, это Алла Кошка. Смею вам ее представить. Она иногда со мной тоже приходила, встречала солнышко, и мы вместе довольные потом шли на завтрак. То есть мы вот сейчас искупались и идем на завтрак, помыли ноги. Вот такие штучки для мойки ног стоят через каждые 100 метров. Вот мы идем на пляж днем, а то рано утром, вы сами видели, практически никого не было. Но сами подумайте, какой нормальный человек пойдет на пляж в 6-7 утра. Только Алла Кошка и Владимир Котов. Два сумасшедших. А вот днем, когда народ уже проснулся, как видите, очень много людей. Еще раз говорю, это октябрь месяц. Посмотрите, сколько народу. Это еще утро, это часиков в 11 дня. Сейчас чуть попозже, где-то часиков в 2-3, и увидите, сколько будет народу. Эти пляжи очень популярны. Здесь, как я уже говорил, любят отдыхать из самой Испании. И просто покупают в этих домах квартиры, как дачи, как у нас принята дача. У них покупают просто квартирку небольшую и с семьей сюда на выходные дни приезжают, чтобы отдохнуть. знаменитая Которую сель. А как без нее? Как-то в каком-то фильме мы решили искупаться, без Которую сель. А мне народ спрашивает, а где Которую сель? Ну, как где? Вот, смотрите. Я уже говорил про знаменитый голубой флаг, который развивается над этим пляжем. Что это за пляж? Что это за флаг? Прошу прощения. Это существуют определенные стандарты, такие как качество воды, экологическое состояние пляжа, воды, доступность пляжа для людей с ограниченной возможностью, наличие медицинских услуг, услуг, службы спасения и так далее, и так далее, и так далее. За все это присваивают определенные баллы. И присваивают такому пляжу, который соответствует всем этим требованиям, так называемый голубой флаг, который развивается над таким пляжем. Так вот, уже 30 лет Испания занимает первое место, представляет, почти 30 лет занимает Испания первое место по количеству таких вот пляжей с голубым флагом. Всего в Испании их примерно около 600 таких пляжей с голубым флагом. И из них примерно 130 из всех испанских приходится на валенсийскую автономию. Ну, такую информацию я нашел в интернете. Вы уж простите меня, если где-то что-то я ошибся, как говорится, не из головы я это все выдумываю. Ну, как видите, отдыхают и с детьми, и бабушки, и дедушки, и молодежь отдыхает. Хотя, конечно, октябрь месяц скорее всего в основном большинство людей отдыхающих это, наверное, все же пенсионеры такого возраста уже люди. Потому что молодежь, ну, теоретически совсем молодая молодежь. Она в школе учится, молодежь постарше уже в институтах учится, поэтому... А для нас самое время. Если бы мне предстояло в следующий раз поехать в Испанию, я бы не задумываясь выбрал вот именно этот период. конец сентября, начало октября, да даже сейчас вот в конце октября, в ноябре, я думаю, температура воды в море не падает, потому что остывает она очень-очень медленно. Там на Новый год еще купаться можно. Я думаю, что как-нибудь мы съездим в декабре, в январе и покажем вам, что вполне можно купаться. Конечно, местные жители в такой воде купаться не будут. Для них 20 градусов вода это уже ой-ой-ой. Они уже в этой воде лед ищут. А для нас самое-самое то. Поэтому рекомендую этот район Испании для отдыха в октябре месяце, когда людей уже немного. Вода теплая, воздух не горячий, не 40 градусов, а всего 25-30. Замечательно. Дорогие наши друзья, теперь мы хотим вас поближе познакомить со Светланой, которая пригласила нас в гости. Замечательную страну Испанию, замечательное место, провинцию, регион Валенсия, замечательный город, городок Мирамар. Мы приехали к ней в гости. Алла уже счастлива, она увидела чудесный бассейн, пальмы, бананы на деревьях, хурму, а собаки, о, это Дуся. Вас хотим познакомить, это боксер, собака-боксер, если не не ошибаюсь, звать ее Дуся, замечательная девочка, она уже в такая возрасте, очень активная, общительная. Я вам скажу, дорогие наши зрители, один маленький секрет, Алла, только не Дуся, потому что от наших зрителей у нас секретов нет. Алла всю жизнь боится больших собак, маленьких, которые размером с мышку, она не очень боится, а собаки, которые чуть больше мыши, все, вызывает у ней панический ужас, когда мы идем по улице, вот, а это мальчик, и звать его Марко, да, а это вот сейчас девочка мекнул, но мы сейчас ее познакомим поближе. Когда мы идем с Аллой по улице, если нам навстречу, не дай бог, где-то на расстоянии километра бежит собака больше мышки, Алла запрыгивает ко мне на плечи прям в одну секунду и сидит у меня на плечах и орет, Володя, спаси меня, меня сейчас покусают. Наверное, тебя в детстве покусали? Алла сразу запрыгнула ко мне на плечи, я не успел это снять, эту сцену, потому что у меня камера в руках. Вот смотрите, немножко отвлечемся, какая Светлана хозяйка. Вот все сама, смотрите, помидоры, перцы, когда она все успевает, столько мы ей принесли забот, приехала в гости, да, а она успела такой сад сделать, а? Я даже не могу назвать вот этих фруктов лохматых. Кстати, я их потом попробовала и мне очень понравилось. Очень вкусно. Как в Испании и без испанского вина, ну, простите нас, дорогие наши трезвенники, простите ради Бога, но без испанского вина в Испании, ну, невозможно. Я отвлекся. А, почему? И когда мы пришли, Алла села мне на плечи, а Света говорит, да не бойся, она такая вежливая, она культурная, ну, дай где зубы, она культурная, она никого не покусает, она подошла к Дусе и говорит, Дуся, это наши хорошие друзья, приехали из России, и Дуся кивнула головой, сглотнула слюну, вот она, да, убрала, убрала зубы, и подошла к Але, Алла вся сжалась, испугалась, опа, это на игру свою взяла, а вот маленькая запрыгнула, это девочка Рейна звать, вот, такая рыженькая, вон она, вот она к Свете сейчас запрыгивает, вот, ну, а Дуся, Дуся, это полюбила Аллу всей душой, да, нет, нет, мне на самом деле Дуся понравилась больше всех, хотя она самая большая, да, я все, знаешь, я долго анализировал, думаю, почему ты такая была, в таком восторге, ты постоянно хохотала, сначала я думал, что вина напилась, вина напилась, да, испанского, а потом я присмотрел, я понял, ты в этот момент, ты чувствовал себя укротителем этим, запашным, да, который с тиграми, со львами, то есть всю жизнь ты боялась, а тут огромная собака залазит к тебе на колени, облизывает тебя, целует, запрыгивает тебя на колени, и вы с ней в такой дружеской атмосфере, что, наверное, ты чувствовал себя укротительным, да? Да, наверное. Или нет? Нет, ну скажи своем мнении, Здесь надо быть укротителем, здесь просто хорошая атмосфера, что у собачек, что у... Опа, да, очень хорошая. Замечательный дом, замечательные люди, очень жалко, очень жалко, что не было Вадима, он был в служебной командировке. Дорогие наши друзья, а сейчас вы увидите уникальное видео, приготовление, потрясающее, блюдо из Гандии, Гандии, из Гандии, город такой, из Гандия, 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 город Гандия, и, соответственно, это конкретно, не испанское, а блюдо из этого города, Гандия, где делают федуа, федуа, очень похоже на блюдо, на Паэлью, да, но это именно вот из этого города, а знаете, в чем отличие, вообще даже не знаю, стоит говорить или не стоит, вот как ты думаешь, подожди, ну, это же секретное блюдо, понимаете, вот настолько секретное, что даже не знаю, может быть, приедет к нам испанская полиция, и арестуют, что выдали, скажем, на эти блюда, кстати, это блюдо, обязательно, готовится в Испании, при просмотре фильмов, подожди, при просмотре фильмов, Владимира Кота и Алла Кошки, понятно, Света сказала, что если не смотреть фильм, во время приготовления федуа, то федуа может не получиться, ну, значит, пока у нас, пока у нас варится, ой, какая красивая Рейна, она смотрит, говорит, а меня никто не гладит, а Дуся заняла все колени, и она все колени заняла, все уже, да, мы забыли сказать, что у нас варятся ракушки, да, да, ракушки, ракушки, мидии, варятся мидии, пока мидии варятся, Алла развлекается с Дусей, я хожу, снимаю, и так пошел процесс, а Света еще пошла в огород, и нарвала лаврушки, да, кстати, мы хотели сказать, все, что сейчас будет участвовать в приготовлении Федуа, все растет на участке у Света, все, мидия, мы когда приехали, помнишь, она говорит, в бассейне не купайте, это секрет, а она в бассейне мидии поймала, и рыбу какую-то там вытащила, точно, точно, я все понял, и так началось приготовление, сразу мы что хотим сказать, дорогие наши друзья, Света обещала, ну, а без вина как, вот как без вина, как можно испанское блюдо готовить без вина, Света пообещала, что под фильмом, она возможно, согласится, и напишет, настоящий рецепт, Федуа, как вы готовили, да, как готовили, потому что, мы сейчас салой, столько вам наговорим, вы там такое приготовите, мама не горит, поэтому, мы будем по мере возможности, вот я, например, не помню, что это курица, рыба черт, это вот она такой, из бассейна, огромный, достала, шар, шар такой, да, я еще испугался, а собаки лаяли, потому что огромная, огромная была, нет, Света молодец, такое блюдо, я такое не стала бы готовить, очень сложное, я тебе дома яичницу-то не доверяю делать, Алла, если яичницу делает, так подгорает, елки-палки, да, вы, кстати, заметили, что готовим мы ночью, а почему ночью? Ну, потому что уже ночь наступила, вечер не наступила, не потому что ночь наступила, а потому что это секретное блюдо, да, если, ведь со спутников же могут подглядеть, а ночью не видно, поэтому все готовим ночью, вот это кругленькое, как думаете, что, дорогие наши друзья, Алла, не говори, ладно, не будем говорить, а давай это пусть будет тайной, да, давай, давай, итак, друзья, мы готовим федуа, гандийское федуа, и как вы видели, тут какие-то кружочки, что это такое? что это такое? ведь паэля готовится с рисом, а рис потрясающе вкусный в Испании, настоящий валенцийский рис, ну, как вы видите, риса-то нету, нету риса, а какие-то кружочки, итак вопрос, дорогие друзья, что это за кружочки, а вот мидии, какие вкусные, какие ароматные, ой, они прям свеженькие, только-только, Света принесла, наверное, с бассейны, да? у тебя все с бассейны, не знаю, ой, ой, а мы облизываемся, вы знаете, самое, самое, что обидно, во время приготовления всего этой красоты, мне постоянно хотелось отложить камеру и украсть что-нибудь с этой великолепной большой сковородки, ну, было так неудобно, я бы тебе папу дала, конечно, дала бы, я давился слюной, кстати, ракушки, есть один у меня товарищ, Артур, Артур, смотри, внимательно, ты все время жалуешься, что мы гуляем посреди зеленоморья, а ракушки не кушаем, мы наелись, мы представляете, мы троем вот эту огромную сковородку всю съели, так было вкусно, спасибо большое, Света, а вы не уходите, наше путешествие продолжается.